всем привет с вами канала и вторая надежда сегодня посмотрим вашего мужчину что у него в голове что у него на сердце что у него в доме посмотрим как он поживает что происходит в его жизни но здесь мы немножечко в деталях посмотрим каждый из наших вопросов чтобы вы смогли точно знаю что это расклад для вас слушайте пожалуйста сигнификацию ну или прислушивайтесь интуитивно к тому что я буду говорить те кто слушает расклады интуитивно не всегда знают ту информацию которая предназначена именно для них ну что давайте начнем будем смотреть что сейчас происходит между вами отшельников здесь тишина холод обдумывание осмысливание и непонимание почему так произошло непонимание что происходит во первых и почему так произошло женщины здесь остались воспоминания также у нее есть артефакты отношений эти подарки может быть фотографии скрины переписок либо сама переписка уничтожить все не поднимается рука здесь не потому что слабость здесь потому что много эмоций было ваших вложено во все то что так сейчас дорого сердцу с одной стороны это очень сильно ранит с другой стороны но действительно не поднимается рука взять это все уничтожить потому что это будет означать уничтожение часть своей собственной души часть эмоции прошлое есть прошлое болезнение мужчина же здесь со своей стороны таком более бодром каком-то состоянии чему-то стремится но с оглядкой на вас побежал своей дорогой но она вас помнит здесь еще до сих пор даже если вы очень долго не общаетесь знаете ему очень хотелось бы знать что вы сейчас чувствуете о чем вы думаете и как вы видите всю ситуацию не забыл не забыл и чем бы он сейчас не занимался чтобы в его жизни не не происходило поверьте нет нет и вы появляетесь в его голове тоже здесь до конца не освободился даже если он так жаждал некой свободы жаждал вырваться из этих отношений ну это тоже его некий урок урок его слабости и урок того как он сможет преодолеть все свои низь низменные потребности какие-то все свои фантазии которым он так стремился его урок здесь тоже большой и серьезный он не хочет проходить этот урок он не хочет здесь брать ответственность свои собственные руки он не хочет говорить что да я тоже виноват отношения всегда это диалог эта работа двух людей и невозможно сказать что виноват только один второй партнер тоже виноват даже виноват в том что он позволял этому человеку проявить свои лучшие качества виноват том что ждал виноват в том что надеялся что что-то улучшится давая шансы один несколько раз сто раз но партнер здесь закрывается он говорит что я как будто бы здесь ни при чем еще он говорит я устал все стало слишком сложно в отношении непонятно много и он год я даже разбираться здесь сейчас не хочу мне это не нужно почему он не хочет ну потому что печальная будет история есть много того что дополнительно раскроет этого партнера ваших глазах как человека который не совсем был честен и откровенен с вами здесь есть еще моменты о которых вы не знаете и если эти моменты окончательно всплывут на поверхность то вы для себя однозначно вот те вопросы про которые я говорила да что непонятно из-за чего непонятно почему у вас здесь все сложится в один очень ясный и понятный пазл но этот пазл не самым лучшим образом будет характеризовать вашего загаданного человека и поэтому он не хотел бы честных разговоров он не хотел бы каких-то вопросов на которые ему придется отвечать он не хочет рассказывать как было все на самом деле потому что но есть довольно таки неловкие аспекты того что происходило ваших отношениях недостаточно искренен был отношению к вам если вы хотите искренности то как ему падать ваших глазах еще ниже он не хочет и так как мы видим что все равно с оглядкой на вас вы четко должны понимать что этот мужчина вас мало того что не вычеркнул из своей жизни более того он где-то в глубине души надеяться на то что между вами что-то еще может остановиться или повториться люди которые не видят смысла с определенными людьми они разрывают отношения окончательно они сжигают мосты раз и навсегда это реально понимаешь что все этот человек мне в жизни больше не нужно здесь же дверь в прошлое которое может быть громко и хлопалась но поверьте она плотно не закрыта здесь ваш муж мужчина оставил некий сквозняк этой двери для самого себя чтобы мало ли что жизнь и жизнь и будущее она довольно таки туманно поэтому вдруг получится такая ситуация что ему к вам нужно будет вернуться и это он сам понимает и это он сам чувствует но данный момент не в его интересах говорить на чистоту потому что здесь вы точно посмотрите на все и ну как минимум задумаетесь а нужно ли вам что-то дальше захотите ли вы еще давать какие-то шансы этому мужчине ему это не нужно а вот дополнительные сомнения в нем для вас что у него на сердце что у него сейчас на сердце девочки посмотрите здесь мужчина который не может нормально любить если мы говорим относительно вас него до сих пор к вам сохранились чувства и чувства по отношению к той женщине который он сделал очень больно мы видим здесь укус мы видим здесь женщину которая страдает которая в крики но тем не менее он продолжает это делать может быть это некая такая извращенная может быть форма любви на ему нравится когда из-за него плачут страдают а он испытывает некое удовольствие то есть не совсем правильное восприятие истинных чувств карта еще выбора карта влюбленные у него есть в жизни обстоятельства и между вами и этим обстоятельством он мечется и по большому счету здесь у человека стоит выбор дьявол кстати тоже же у нас про выбор помимо всех прочих уроков да вот здесь какой-то соблазн здесь а пойти более легким путем здесь наврать пытаться как-то выкрутиться из ситуации его здесь два пути его выбор на так называемый это либо путь души путь сердца второй выбор это путь разума мы посмотрим что у него в голове но если сердце да у него есть здесь чувство да не такое как хотелось бы видеть но девочки тем не менее опять же здесь мы видим на вот никого такого спасителя и что-то мне так кажется что это он сам есть что он вам сделал больно но в будущем он как будто бы может искупить свою вину может быть конечно до конца сможет быть откровенным когда и в его жизни наступят определенные события чтобы это преподнести вам как острую необходимость что я вынужден был так поступить я должен был так поступить иначе было бы то-то и то-то выбор он для себя на самом деле так до сих пор и не сделал он пошел сейчас как я понимаю в сторону какого-то своего разума как он считает будет лучше вот так как мы видим что окончательно он здесь отношения для себя не закрывает то конечно каком выборе мы можем говорить тем более если этот выбор за него сделали вы вы его послали вы отправили вы не хотите с ним разговаривать ну а он то свое последнее слово не сказал даже если он ставил точку девочки здесь слова дал слово взял обратно такой ситуации здесь находится ваш мужчина что у него в голове он сам голове сам и большие опасения что он сейчас своей жизни совершает самую большую ошибку которую он может пожалеть он обдумывает насколько прочное положение он сейчас занял в той ситуации в которой он находится весьма стройка мечей но она обращена именно в его сторону не буду ли я очень слишком или очень серьезно сожалеть о том что я сейчас сделал что я сейчас делаю а не перевернется ли моё положение в котором она для него сейчас более-менее такое устойчивое но очень много факторов и очень много мыслей у него в пользу того что все может измениться до неузнаваемости и он потом еще очень сильно будет жалеть о том что он поступил так поступил возможно вы его о чем-то здесь предупреждали если это так то поверьте эти мысли очень плотно засели в его голове потому что иначе жил бы радовался от ответе с оглядкой на вас то есть бежит а сам оборачивается хочется да ты беги иначе голову сломаешь потому что рыцарь жезлов это быстрая карта стремительная и будешь оборачиваться вместе со своей лошадью перевернешься но не и вот похоже вот в своих сомнениях он себя подведет под монастырь потому что уже некое предчувствие у него есть и конечно спокойствие ему это предчувствие не дает что у него в доме сейчас в том месте где он живет его окружении его солнцу у него холод девочки в доме даже если мы говорим что у него интимной жизни что у него в постели там холодная постель потому что он здесь точно не один но взаимоподдержки здесь нет каждый со своими мыслями каждый идет своей дорогой и каждому здесь плохо на рядом с ними здесь есть женщина и она так надеется на него она смотрит на него он видите здесь скукожился ну вот она да вот то шаткое положение в котором он оказался которое он хотел попасть и остаться он хотел далее пришел в это новое место ну как-то все чуждо как-то все тоскливо не интересно та женщина это окружение которое рядом с ним сейчас они от него что-то ждут а у него такое состояние жизненное сейчас я никому ничего не должен не обязан не надо от меня что-то ждать он здесь и с вами создал неприятную ситуацию и тут он сейчас находится в эпицентре событий когда он должен что-то делать а он как будто бы скрывается от проблем не от ответственности уходит от него ждут немало его обложили какими-то требованиями обязательствами какими-то он делал это не собирается связи такая карта даму цвет связан по рукам по ногам должен а он не хочет потому что здесь показано яростное сопротивление где-то молчаливо где-то на зло но он показывает что он не хочет жить по тем правилам которые ему устанавливают ну тогда понятно нам откуда такое понимание что они ошибся ли я не совершил или самую огромную глупость своей жизни то что я нахожусь там где нахожусь то что я делаю то что я делаю и ему вот где он сейчас находится вот такая найти вот шальная мысль надо оттуда бежать наверное придется скорее всего вот почему ведь с оглядкой на вас я так думаю что он следит за вашей жизнью его очень интересно что у вас происходит ну чтобы если вдруг пришлось бежать чтобы все было к месту чтобы вы его ждали и он реально понимает что даже если придется убегать уходить вот до того что ползком знаете что интересно он здесь не собирается ни с кем воевать не собирается никому здесь ничего доказывать он как тень и также для себя и планирует что если ситуация будет накаляться если будет все хуже чем сейчас и сейчас то не очень да даже само понимание холодная постель мало чего приятно он тайком уйдет молча тихо уйдет в закат что здесь маска откровение откровение ни с кем не будет игры если надо и ползком да такое здесь грустненькая грустненькая картина грустненькое повествование потому что если мы видим стремление и вот конечный результат и поверьте это далеко не конец потому что вокруг него требования будут сжиматься его некая такая вот тюрьма темница она будет тоже сжиматься и нет чтобы что-то сделать или как-то поговорить ну просто по тихой грусти я уйду никому ничего не буду объяснять ну такой вот даже уже здесь некий план который он нарисовал в своей голове пока еще держится ему кажется что все может быть нормальным надеется во всяком случае но предчувствие это не обманешь и мы всегда знаем больше той ситуации в которой мы находимся чем мы это видим наши мысли интуиция предчувствие что-то такое что не дает тебе спокойно спать вот спать спокойно девочки он не спит понимаешь что какая-то здесь и возня происходит просто так не вырваться но раз просто так не вырваться значит я получу момент и просто отползу ползу уйду потихонечку аккуратненько никому ничего не говоря слабая здесь конечно позиция вряд ли здесь мужчина который сможет пройти свой урок потому что как соблазнился здесь на что-то может быть соблазн был ничего в жизни своей не менять бы наоборот соблазнился им кажется что он сейчас сделает и вот сейчас как заживу сейчас как хорошо у меня будет я по факту он даже с этим не справляется потому что было его здесь некое желание в любом случае его решение что и волоком его затащили вот туда где ему сейчас холодно и грустно нет конечно нужно не баран которого на веревку и в стоило а здесь так получается просто стоило ему организовали их которые ему уже не нравится мало того что ты должен быть в пределах определенных каких-то границ в пределах какой-то территории так еще что то делать должен а он не на это рассчитывал он рассчитывал сидеть как император в своем троне а его здесь привязали и может быть корону то ему на голову надели но только посмотреть на руки на ноги а там веревки и вот это его конечно начинает напрягать это то что он начинает осознавать на ему возможно казалось что вы слишком много от него требуете слишком много ждете это у вас какие-то нелогичные незавышенные требования к нему а вот там где я буду там все будет хорошо они тут так было как бы не хуже него по ситуации получилось вот в том месте где мы смотрим дом его и мысли и в голове мы посмотрели тоже здесь мало чего приятного но в сердце видите вы может быть конечно здесь и примчиться как здесь показан потому что здесь черно-белая здесь мы не совсем можем до конца понять это настоящая или это мысль это некая фантазия картинка которая крутится в голове вот ну так или иначе вот именно то что в потоке здесь чувствуется что он сможет как-то объяснить все происходящее почему он с вами так поступил почему он умчался ну и вы наверное должны будете его пожалеть жалеть или нет сами конечно смотрите здесь вот я смотрела именно чувство к вам здесь мы коротко посмотрели там более подробно если еще не смотрели или вам интересно нажимаете сразу попадете на то видео я с вами надолго не прощаюсь не забывайте пожалуйста ставить лайки и писать комментарии это все очень полезно для канала канал начинают видеть и новые пользователи новые зрители которые возможно оказались в той ситуации который мы сейчас смотрим и этот расклад им очень помог бы в понимании того что происходит вы в их жизни так что мои хорошие не игнорируйте пожалуйста все встретимся в новом видео всем пока пока